Сергей Глазов, который накануне устроил стрельбу в центре моей документы на юго-востоке Москвы, признал свою вину. Напомню, он убил двоих человек и четверых ранил. Спецназ Росгвардии ведет Сергея Глазова на первый допрос. Работают жестко. Следователи первого управления по расследованию особо важных дел допросили подозреваемого, который полностью признал свою вину. В качестве свидетелей допрошены 13 человек, заявили в СКР Москвы. Свои действия Глазов объяснил ссорой с сотрудниками МФЦ, убил двоих. У администратора Владимира Шаменева остались жена и двое детей. Вторая жертва охранник Алексей Рузлев пытался остановить убийцу. Четверо раненых, в том числе 10-летняя девочка, сейчас в больницах. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин навестил пострадавших в ней из Клифосовского, а затем приехал в МФЦ Рязанский. Возложил цветы в память о погибших и поблагодарил полицейского Георгия Домолаева, который и обезвредил преступника. Актер Илья Артамонов, он служит в театре российской армии, помогал задержать убийцу. В МФЦ пришел за паспортом и видел, как старший лейтенант Домолаев бросился на вооруженного злоумышленника и не позволил ему вновь применить оружие. Он герой. Сначала он держал его, но мы быстро подскочили и за несколько секунд буквально уложили его. То есть он полетел в сугроб. Быстро его скрутили, вспоминает Артамонов. Глазов приехал в МФЦ на черном велосипеде. С собой помимо пистолета у него были крупная сумма денег, нож и патроны. Огромное количество всяких кармашков у него под сумок. На велосипеде были под сумки. То есть человек подготовленный добавляет Артамонов. Еще больше странных предметов следователи нашли у него дома. Сергей Глазов жил неподалеку от МФЦ Рязанский, в пятиэтажке на улице Коновалова, в квартире 75. Всю ночь здесь шли обыски. Сейчас двери квартиры опечатаны. Бывший военный. Подполковник, уволенный со скандалом, жил один, читал фантастические романы, на них же упражнялся в стрельбе. Соседи на удивление ничего не слышали. Дома Глазов хранил токарный станок. Фактически и сам ГЛАК переделывали, и патроны под него тоже подверглись переделке. Вот это и определило то, что во время стрельбы этого преступника пистолет перекосило, и он дальше не мог вести огонь на поражение. Считает председатель Общероссийской общественной организации право на оружие Вячеслав Ванеев. Сейчас Глазов в изоляторе временного содержания. Скорее всего в заключении он останется до суда. Завтра его планируют арестовать.